Первый корпус школы на пятой просеке полностью готов, а на смежной площадке снова идут строительные работы. Началось возведение второго корпуса. До конца года подрядчик должен полностью завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Оба здания возводятся по национальному проекту образования по просьбе жителей микрорайона. Строительство под особым контролем губернатора. В Самаре подобный комплекс будет первым. Это будет одна из самых современных школ в городе. С учетом уже ввода в эксплуатацию первого корпуса на 600 мест, которые находятся в непосредственной близости от строящегося объекта. Еще инновационность данного корпуса – это один из немногих школьных корпусов, в котором будет встроенный детский сад на 75 мест. Со своей отдельной прогулочной зоной, с отдельным входом для детишек и для родителей. Сейчас идут строительно-монтажные работы подвального помещения, в частности устройство фундаментных плит, установка монолитных стен, гидроизоляция. Школа находится на склоне у набережной. Из-за перепадов рельефа местности на территории выполняются работы по устройству монолитных подпорных стен. Еще один важный для города объект – детский сад по нацпроекту демографии на улице Подшипниковой, 27. В Октябрьском районе – самая длинная очередь в дошкольные учреждения. И это здание, рассчитанное на 112 мест, ждут многие молодые семьи. Строительство началось в ноябре прошлого года. На месте, где раньше уже был детский сад, подрядная организация демонтировала старые развалины, провела земляные работы, началось устройство фундамента. Сегодня проекты самарских новостроек и школ, и детских садов реализуются по самым современным технологическим решениям. Основное требование нашего времени – использование новых материалов, использование новых технологий. И, конечно, дизайн школ, и внешний, и внутренний, он совсем отличается от того, что было раньше. Школа будет выполнена в той же концепции на пятой просеке, что и первый курсус, чтобы это смотрелось как единый учебный кластер. Здесь тоже будет достаточно интересный проект. Детки будут сюда ходить с огромным удовольствием. Согласно проекту, в детском саду на улице Подшипниковой будет ясельная группа, три основных и две планируется оборудовать для детей с ограниченными возможностями здоровья. Олег Зверев, Василий Колдашев, Константин Головин. События. Продолжение следует...